Я думал, что данная заранее объявленная встреча с Ливановым, значит, вот эта конференция будет перенесена в связи с назначением Васильевой на эту должность, потому что человек только 2-3 дня как вступил в эту должность, она, конечно, нужна готовиться, нужно что-то как бы дать, то есть все-таки вопросы были и заранее собраны, и вопросы, которые задавались непосредственно в момент проведения этой, значит, видеоконференции. Тем не менее, она пришла, и я лишний раз подчеркну, что человек вообще-то подготовленный, человек достаточно эрудированный, смелый, и по всем вопросам, которые, по крайней мере, озвучивались, были даны очень такие грамотные и достаточно конкретные ответы. И я для себя, так сказать, очень много сейчас, так сказать, услышал, и буквально там предстоящий через час заседания нашего августовского совещания областное, которое состоится в правительстве, я сейчас эти материалы, эти ее ответы, размышления буду использовать в своем выступлении. И я думаю, что это достаточно хорошее такое назначение. Человек имеет опыт и преподавателя, и учителя в школе, и имеет опыт преподавателя высшей школы. Это вот достаточно дает повод для уверенности о том, что человек справится с должностью министра, и многие, так сказать, моменты, которые как-то скользали, которые как-то не освещались и не рассматривались, они сейчас будут поле зрения нового министра. Ну, это всегда, когда приходит новый человек и как-то новым взглядом смотрит на те проблемы, которые есть, вот достаточно напомнить ее ответ, связанные, так сказать, и сегодня, и на встрече, которая проводилась с участием премьера-министра Дмитрия Медведева, это по ЕГЭ, где она сказала, что да, там нет, не идет речь, чтобы его отменить ЕГЭ, но все будут проанализированы, все положительные, а самое главное, какие-то отрицательные моменты, которые нужно просто будет поправить, значит, внести какие-то коррективы и так далее. Это вот обнадеживает и дает уверенность, что наша средняя и высшая школа, она будет идти, находится на правильном пути и будет дальше совершенствоваться, и знания все-таки будут даваться достаточно глубокие. Мне еще один ее тезис очень важен, который, так сказать, прозвучал, что обучение в школе, это не только, так сказать, познание предметов, это оказание услуги по даче образовательных, так сказать, знаний, но это еще и воспитание. Воспитание, вот сегодня она говорила об этом в неурочном часе, который, так сказать, проходит в школах и был чаще всего посвящен натаскиванию по ЕГЭ, она прямо сказала, что этот час надо использовать для того, чтобы вести диалог с учеником, с тем, чтобы воспитывать в нем гражданина. Ну вот, такие моменты. Продолжение следует... Продолжение следует...